Но все очень разные. Невероятно разные. Можно выделить разные группы людей. На Филиппинах? Да, на Филиппинах. Очень разные. Есть, так сказать, пытаются что-то сорвать с иностранцев, что-то вот такое немножко. Но мне понравилось то, что они не стремятся в своей массе, они не стремятся как бы все-таки обогатиться. То есть я видел людей, которые буквально там накрутка у него на какие-то напитки, буквально процентов 10. Да, да, да. И он не стремится, не пытается. Он просто 200% он не делает. Меня это удивило, потому что вот здесь он царь на этом месте. И он может сделать 200% и будет покупать. Он так не делает. Здесь принято делиться. Вот у них есть такое, как бы нельзя все так забрать. Нужно раз поделиться. Нельзя использовать ситуацию вот просто от того, что я оказался в некотором выигрышном положении, я не должен использовать других. Вот у них есть такой, и раз ли мне очень часто тоже как-то вот так вот. Я этому учусь, между прочим, здесь. То есть поэтому я очень уважительно отношусь к филиппинцам, потому что у них обязательно есть чему поучиться. И вот это делиться. Вот я на самом деле, так как я европейская, да, вот у меня такого не хватает. Да, да, да. У меня такого не хватает. У меня есть все-таки такое несколько, может быть, взять себе такой европейский подход. А здесь принято такое, надо подумать о другом. Не надо только о себе. Надо ей поделиться, подумать о другом. Например, там кто-то, допустим, мы с Рашлиндом идем, что-то хотим сделать, и кто-то что-то не делает, то, что обещал. Вот мой подход, так, надо его заставить сделать так, чтобы он обещал, он же нам там этот, давай. Раз он говорит, ну, может быть, он там, что-то там с ним случилось, давай подождем, давай дадим ему еще там шанс, еще какой-то, давай не будем спешить. И, как правило, это, в общем-то, работает здесь, между прочим. Я вот там думаю, как хорошо, что я не начал вот эту такую там конфронтацию такую. Раз, все получилось, получилось, спокойненько, спокойненько. Вот я этому учусь, реально учусь. Мне очень понравилось, что, мне кажется, филиппинцы, они достаточно тонкие и хорошо чувствуют юмор. Это вещь очень тонкая, ускользающая. Вот китайцы не воспринимают юмор. Не воспринимают юмор. Ну, юмор не воспринимают. Не воспринимают. А вот филиппинцы воспринимают. Класс. Ну, естественно, на Тибете совсем тонкий юмор воспринимают. Ну, там уже очень такой тонкий, там уже космический. Я не претендую, естественно, не претендую. Но я чувствую в тех диапазонах, которые мне доступны самому. Я могу представить себе, что более тонкий какой-то диапазон, который мне недоступен, он будет там доступен. Да. Ну, естественно, я скромно так вижу свой уровень, так сказать. Но вот на Филиппинах меня понимают. Когда я начинаю шутить, меня понимают. Это хорошо. Я до той точки дохожу, когда заканчивается понимание. Когда уже не понимают. Когда уже не понимают. Ну, да, понятно, да. Диапазон, правильно. Высший диапазон, это вот, скажем, вот, я, если можно, про Тибет опять скажу, вот, буквально слово. Тензи повел меня, тибетский монах, повел меня в их сокровищницу, в молельный дом. Вот. И вот там по периметру крыши висят огромные бурдюки. Такие вот здоровенные черные бурдюки. Я смотрю, что это такое. То есть, и смотрю, это осы. Эспен. Вот такие. Как воробьи почти летают. Я думаю, его их не дай бог укусит. Вот. И он так смотрит. О, Алекс. Что это? Я говорю, ну, как бы, вот, не укусили бы, да? Он так на меня смотрит. Это юмор. Уже пошел. О, I clean mind. I clean mind. Типа, ты чист в помыслах? Ты чист в помыслах. Я. Ну, наверное. Так вот. Старался? Нет. А он так. Они умеют быть жестким. Да, да, да. Нет. Нет. Yes, I know. Yes, I know. Ага. Yes, yes, yes. Of course, yes. Of course. Что? Тогда, тогда расслабься. Тогда они тебя не укусят. Если ты живешь в помыслах, они тебя не укусят. И вот я все время смотрел, смотрел, старался быть чистым в помыслах. И так и не укусили. Она говорит. И вот он говорит, уже вторая часть юмора, он говорит. Так, Алексей, подведем результаты. Значит, у вас, Алексей, есть… С помыслами все в порядке. Есть два… Галочку сай. У вас есть два подарка. У вас есть два подарка. Первый подарок, я думаю, что вы оцените его, что вас не укусили. Такие большие волосы. Второй, то, что вы получили фактически сертификат. У вас сертификат, то, что вы clean mind. То есть обратная задача тоже верна. Значит, теперь вы можете как говорить, когда вы представляетесь, вы говорите так. Алекс, clean mind. Алекс, clean mind. То есть у вас есть сертификат. Уже можно… У вас есть сертификат. И вот по его загадочной улыбке я понял, что это всего лишь аванс. Это не значит, что я clean mind. Это только аванс. Это путь, по которому я должен идти. То есть надо еще раз прийти. Да, надо… И еще что-то еще раз. Надо дальше идти. То есть все-таки он видит, что я, может быть, недостаточно clean mind. Ну, то есть он мне дал аванс, что в этот раз они тени укусят. Но, друг мой, очищай свои мысли и давай дальше идти. Я вижу это, вижу, как он реагирует. Ага. Вот. И такое впечатление, как будто он и осмин-то этим управляет. У меня вообще, так сказать, я смотрю, куда я попал. Какие люди? Женщина, которая мне дала сэндвич, тибетская женщина. Они же говорят, что тибетская женщина, она все дает для мужчины. Она, по-научному говоря, я немножко испорчен вот этими научными представлениями, что все, так сказать, все, что не есть, все блага, все удовольствия, можно конвертировать в энергию. Можно дать просто в виде энергии, как тип сухого пайка. И будет то же самое. То есть готовить не надо, просто так утром сухой паек и пошел. О, Алекс, вот, да, 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 вы вот перейдете, любя, да. То есть это все очень удобно. То есть мужчине, вот когда он получает сухой паек, ему не надо ни других каких-то там женщин. Ему не надо вина, ему не надо какого-то там курева, ему не надо путешествий. Ему ничего не надо, он сухой паек получил. И свободен. И счастлив. И счастлив. Она ему все дала. Вот я, например, не верю вот в какие-то чудеса. Не верю я. Я все-таки в научном институте, я, ну вот, логика мне интересна, а не какие-то верные. То есть я не хочу верить, я хочу знать. Ну, имею право, имею право, имею право. Так вот, эта женщина, она так взглянула, ей понравился какой-то мой рассказ. И она так на нее взглянула. О, interesting. И так немножко полыхнула чуть-чуть, как-то вот глаза у них как-то интересные. Они как будто зажигаются что-то вот такое. Как будто искорка и пшш, так вот на тебя. И я так почувствовал, я так как-то вот, такое ощущение странное-странное. Вот, как будто я немножечко как-то, то ли взлетел немножечко, то ли выше как-то стал. То есть как-то вот так. И арс, потом он пустился. О, what was that? Вот was that. О, о. И я могу сравнить, сам немножко это, интересуюсь там, каким-то образами. Я бы сравнил это как вот, когда ты долго не пил, и тебе дали из пустыни. И вот большой, охлажденный, это, бокал шампанского. И ты его сразу выпил. Но только лучше. Ага. Только лучше. Да, да, да. Только лучше. Вот это вот, что такое вот она дала. Буквально чуть-чуть я почувствовал. Я думаю, да боже мой, конечно мне, вот, после такого шампанского, мне не надо никаких путешествий, ничего мне не надо. Да. И правда не надо. Просто чтобы он полыхал, а так, и полыхай на меня пару раз в день, и я буду рассказы писать. Сегодня строчить рассказы, а ты за каждый рассказ два раза полыхаешь. Ты полыхнешь пару раз, и гармония, и деньги все сюда. А относительно вот девушек, вот, могу сказать, девушки себя ведут очень хорошо, мне кажется. Это, а какие девушки? Вот сейчас вот эти немецкие, я говорю про филиппины. Они, мне кажется, очень хорошо держат дистанцию. Вот, дистанцию хорошо держат. Очень не, как бы, уважение показывают. Есть. И они, насколько я понимаю, здесь нет то, что называется легкие девушки. Здесь, насколько я понимаю, их нет вообще. Если вот мужчины какие-то, которые хотят сюда приехать на Панглау, и, так сказать, в поисках каких-то легких девушек, здесь их просто нет. Мне-то они и не нужны. Но, без исключения Алоне. На Алоне, мне сказали, там мафия. Там мафия леди боев. И они туда, девушек, не пустят в натрынок. Вот оно. По крайней мере, ситуация сейчас такая, мне объяснили. Был некто парень, Леонид, который очень большой специалист и любитель всего этого. Вот он рассказал мне, что это мафия очень жесткая. И девушек здесь просто нет. Все, я понял, я понял. Я не проверял, но мы теперь знаем, друзья. Если кто-то ни разу не видел, я, например, до этого ни разу не видел никаких леди боев в жизни вообще. Я думаю, что это все сказки. Нет, леди бои есть. Ярко накрашенные, в коротких юбках. И голос у них может быть ближе к женскому. Грудь. Все у них, как бы, вид полностью женский. У них гормоны. То есть они на гормонах. Они что-то принимают? Они на гормонах, да. И у них это бизнес. И мне еще говорили, что вот как вот мне одна девушка говорила, что леди бои можно узнать, потому что они на самом деле красивее, чем девушки. Да. Они еще красивее. Вот если вы видите, ну вот картинка, вот сразу понимаете. Я бы только сказал, что это не очень умно, потому что даже не очень опытный взгляд сразу увидит, что тут что-то не так. Что-то чувствуется. Конечно, если бы они хотели как-то быть сильнее в этом бизнесе, они бы как-то все-таки, мне кажется, должны микшировать характер. А они это показывают, и ну со второго-третьего раза, когда человек уже видит, он их легко отличает. Это неумно. Это неумно. Они сразу отталкивают от себя. Вот они стоят, вот они тут о чем-то беседуют, сверкают глазами на иностранцев. Ну и их обходит в страну. Ну это как-то вот не знаю. Умный человек, наверное, когда-нибудь подскажет, что это неэффективно. То есть им есть где усовершенствоваться. Неэффективно. Есть куда расти. Да, да. А относительно чего-то про разницу в возрасте, если можно. Конечно. Вот разница в возрасте. Самую большую разницу в возрасте я видел тоже в Юго-Восточной Азии, в Таиланде. Здесь тоже этого много. Я видел разницу в возрасте, когда лет 70 и 20 видел на Аллоне. Видел несколько раз, они держатся за руку, держатся за руку, идут. Вот я видел еще большую разницу. Когда уже вообще лет 80 с лишним уже, человек вообще уже, это немец по национальности был. И он с 20, наверное, лет ли. И что интересно, вот эта тайка, она смотрела на него вполне влюбленными глазами. То есть вид был очень такой интересный. И вот они сели, а тут мест других не было. Я один, я, так сказать, тут подсел, столик большой, я тут подсел. И невольно как бы слышать, что они говорят. Он говорит на хорошем английском, но немец. Ну, артикуляция немецкая. Да, да, да. Это же я знаю, да. Европейский, немецкий. И вот как она себя ведет, интересно было очень. Лист, с дерева упал лист, прямо ему в чашку с кофе. И он такой романтический, ему хорошо за 80. Я думаю, что он, вот, и умереть-то уже не стыдно. А он еще тут интересует. А он еще что-то думает, как бы это обыграть. Лист в чашке кофе. И вот она очень деликатна к нему, все это деликатно. И самое главное, мне показалось, что она вполне влюбленна на него смотрит. Ну вот. И вот этот упал, и он говорит, оу, в нем, а он уже поэт, видать. Он говорит, оу, darling, that may be a signature of our love. Может, это знак любви? Ну, конечно, 80 с лишним, конечно, знак любви. Пора? Пора, пора любить. Пора, пора. Для чего я себя берет? Да, да, конечно, вот как раз для тебя. А вот и знак любви. Вот это. Она говорит, меня удивило, что она знает немецких поэтов. Меня это просто, ну, просто удивило. Она говорит, это Шиллер? Так, ну, это вот, вы цитируете Шиллера? Ага. Нет. Гёте? Нет, это я. Ооо, как мне повезло. Оо, как мне повезло. О, милый, ты так устал, я тебе должна сделать эротический массаж. Ну, Ледина, у тебя же, у тебя, это, напряженные плечи. У тебя плечи-то тоже. Пора. Да, милый, не напрягайся, давай, давай массаж, давай подольше, чтобы подольше, подольше, еще раз какой-нибудь знак увидеть. Она начала делать массаж эротический, вот так, плечи, а он такой, такой расслабленный, весь прям вот по плоскости стола весь расплылся, так вот, его почти видно, вот так стало, как-то вот так расплылся, и она поддает жару, да-да-да-да-да, сейчас к тебе придет еще сила, еще знак. Еще знак. Вот, ну, наконец он так вот все-таки собрался и говорит, такой волевой орел такой, да, time to swim. Time to swim. Сила пришла. Пришло время. Пора поплавать, дорогая, пора поплавать. И, в общем, метров там 150, до береговой линии, да, он ее схватил, она какая бы маленькая ни была, килограмм 50 весит. Он ее так вот выжил, как власов, вот так вот за плечи, вот так, вышел, выжил. Так, лэк за раунд, и побежал с ускорением. Поплавать. С ускорением. Я думал, я думал, так я так тоже посмотрел, думал, ой, не дай бог, сейчас умрет. Ой, сейчас умрет. Нет, 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 все в порядке, да, потому что знак любви, то есть все верно, в нем горит огонь. Для чего-то он себя берег, то есть вот, да, и вот он побежал с ускорением, как вот спортсмены, с ускорением, каждые 10 метров последующие и быстрее. Так, как будто эти 100 метров последние, вот, добежать и все. Но, Алекс, я хочу сказать, это не последний, он только начал жить. Да, я понял, что он был знак любви. То есть здесь тоже, вот, филиппинских девушек тоже есть, но разница огромная, бывает, огромная. Но мне вот в этом смысле понравилось вот то, что я смотрел на вашей линии, это вот обмен ресурсами. Мне эта мысль очень казалась интересной. Обмен ресурсами. То есть для того, чтобы была гармония, обменяется. Должно быть течь от одного к другому, не только для себя. И вот здесь он важен, потому что они готовы отдавать. Они действительно, если им что-то делаешь, они вот благодарны. Они действительно говорят спасибо. Я удивляюсь, но вот раз ним регулярно говорит спасибо. И действительно вот, да, спасибо тебе, вот я и что-то в этом возьму, куплю там даже мелочку. Он говорит, спасибо. Как это важно. Как это важно. Да, она говорит, спасибо тебе. Как это важно, спасибо. Допустим, мы посылаем деньги ее родителям регулярно. На каждый раз, она отправили, она говорит спасибо. И потом поставила смс к маме, говорит, мама сказала спасибо. И лично она говорит спасибо. Такие простые вещи вот. Это вот очень важно, чтобы была гармония в обмене ресурсами. Гармония. Чтобы на самом деле, ведь это одно, животное как бы, мужа, жена, это одно. Оно же не делится на самом деле. Оно же вместе. Ведь можно быть очень хорошими людьми по отдельности и быть очень плохой парой вместе. Вот в чем проблема. Проблема в обмене. Ну и в организме также обмен существует. Все обмен. Поэтому баланс. Нельзя, чтобы кровь приливала к одному только какому-то органу. Поэтому все это распространилось. Вот этот обмен очень важный, потому что меня часто критикует вот мою концепцию любви, основанную на обмене. Потому что говорят, любовь – это нечто такое должно быть. Вообще там обмена не должно быть. Это просто вот тебя какое-то что-то взорвало, и ты влюбился, и все. Я говорю, да нет, оно реально устроено как нормальный обмен. И он должен быть равноценный. То есть он должен быть правильный обмен. Ты должен чувствовать, что тебя вот ты даешь, и тебе дают. Ты даешь, и тебе дают. И на этом основаны любовь. Не какая-то вот эта мистическая «я на тебя коснулся, и что-то у меня переклинило, и я теперь ничего не понимаю, и я только думаю о тебе». Нет, нет, нет. Мне кажется, вот они мудрые. Вот еще вот что-то я не назвал, какое-то слово, которое я хотел назвать. Мне кажется, они мудрые. Вот филипинки по жизни мудрые. Они понимают свою роль. Они понимают, чем они могут украсть. Реально оценивать свой ресурс. Реально. Реально. Абсолютно не завышая. Да, абсолютно реально. Вот они. И есть какая-то красота. Вот немножечко, может быть, даже вот я так вот. Ну, как бы немножко. Феминистки меня за это побьют, но вот. Но здесь не достанут. Пока здесь все в порядке. Служить мужчине. Служить мужчине. Это тоже здорово. Да. Опять же, очень многих это слово начинает дергать, потому что сразу у многих слушателей собачка служит, тебе служит. О, все нормально. Потому что мы же тоже служим. Мы же тоже служим им. И они нам служат. И все в порядке. Не надо здесь вот эти, как будто, типа, как эксплуатация. То есть у многих служб, это значит, о, меня эксплуатируют. Правильно такое. Я думаю, что вот проблема с феминизмом и вот в Европе, потому что женщины начали думать, если я служу, меня эксплуатируют. Им просто как-то внедрили вот это коммунистические идеи. Эксплуатация. Всех эксплуатируют. Давайте эту эксплуатацию заберем. Вот они нас эксплуатировали сто лет. Эти колонизаторы, которые там кучу дорог построили, привнесли культуру, эти самые. Ну, это колонизаторы. Вот они нас постоянно эксплуатируют. Поскольку вот я в институте прикладной физики, очень 60 человек уехало в Америку. Ну, лучше реализоваться. Понятно. Как ученым, как личности, ну, с семьей уехали. У всех одна и та же, вот одно и то же наблюдение. Женщины меняются. Вот вы из Канады. Та же самая ситуация и в Америке. Например, во Флориле. Ну, зовут, например, Лев. Не буду называть фамилии. Естественно, не надо. Вот. Вопрос в деликателе. Есть Дима, который уехал в Австралию. То же самое. В Австралии это та же самая Америка. По стилю. Да-да, я понимаю, конечно. Вот, то же самое. Женщины совершенно меняются. Приезжают и меняются. Меняются. Потому что вот это влияние, то есть, да, да. Вот, вот для меня самый разительный контраст был. Это когда молодой парень Дима. У него, значит, его женщина Марина. Обычная, ну, встроенная, достаточно симпатичная девушка. Но она очень простая. Простая девушка. Вот. Погодки дети. Две девочки. Четыре и три года. Мы были с ними на турбате. Замечательная пара. Красивая. Он поехал туда. Выиграл какой-то грант в Австралии. В Брисбане, по-моему. Из Брисбана, кстати, много, достаточно. В Брисбане много работают. Из Низуэль, по главной физике, несколько человек. Как минимум, в Брисбане. Вот. И вот он туда поехал. Все хорошо. Тут же вот полюбила она местного миллиардера. Не миллионера, а миллиардера. Удивитель. Даже не знаю, что сказать. Вот этого я не ожидал, честно говоря. Дима, Дима, надо сказать, умный, красивый, стройный, высокий, замечательный. И полюбила вот этой любовью. Непонятно, что произошло. Замкнула. Замкнула и полюбила. И девочки тут оказались как-то немножечко в той ситуации. И вот и все как-то так. И так это было необычно для меня. Я просто даже не мог поверить. В Америке, значит, Лева, была очень большая любовь. Он мне показывал. Я видел эту женщину. Действительно красивая, интересная, эффектная женщина. Умная. Все. Очень энергичная. Все замечательно. Приехали. У нее уже была лет 15 дочь. Ага. Вот. Полюбила миллионера. Во Флориде каждый третий миллионер. А, ну, понятно. Ну, как не миллиардер. Миллионер. Полюбила миллионера. Ну, она так просто, ну, уже скромно так как-то думает. Миллионер там, миллионер. И все. И все. И все, она изменилась не просто до неузнаваемости. Я думал, что такие вещи вообще бывают только в мелодрамах. Ну, как она изменилась? Вот в каком? В мелодрамах. Как? Она совершенно с ним по-другому стала разговаривать. Говорит, вот сейчас вот тебе выделено. Вот мы с тобой разводимся. Мы с тобой разведены уже. Значит, вот смотри. Три часа тебе в неделю положено с ребенком общаться. И ты не должен больше общаться. Говорит, любимый, да ты что? Мне же нужно, мне нужно ее готовить в университет. Мне нужно с ней общаться. Мы любим друг друга. О чем разговор? Нет. Теперь у нее другой папа. И надо будет вот так сделать. И он говорит, я даю ему поверь глазам, что это такое может быть. И действительно, он задержался. Она вызвала полицию. Он заплатил 400 долларов США. Да, вот это, превысил три часа. Да, превысил три часа. И ему пришлось ничего. И вот теперь. И вот, чтобы продолжили это, значит, и он 400 долларов заплатил. Штраф? Да, штраф. И в дальнейшем он смог общаться только вот в пределах этих часов. Ну, естественно, после таких. И очень расстроился. Ну, очень расстроился. И уже, как говорится, время идет очень быстро. Уже там 60, за 60. Он привержен семьи. Девушки, так сказать, там могут быть какие-то, но он же настолько обжегся, что даже вообще ничего не хочет уже. Да надо ему судно-филиппины. Вот золотой совет. Как мы долго подводили и привели в нужное направление. Да. Ну, еще и вот, можно сказать, про веру. Вот вера, великая вещь, как вот меня учат Тензи и Доджи, главное это получать, уметь, получать информацию, не то, что вот, грубо говоря, через артикуляцию ртом. Это, как говорится, это все идет с давних времен каких-то там. Мы сейчас люди тонкие, мы не должны. Мы должны стремиться к Юго-Восточной Азии в этом смысле. Учиться у них, европейцам учиться у них. Абсолютно. Мышечные движения напряжением или напряжение. Где-то ты тут, как ты тут смотришь, как вот ты движешься, дашь по руке. Я уж не говорю о тех высотах каких-то там, вот как вот это на Тибете. Они тебя считывают полностью. Он тебе расскажет все, вообще ты можешь радоваться или горевать, ты узнаешь о себе больше гораздо, чем ты знаешь о себе сам. Вот. Здесь они идут к этому. Так вот, вера. Мне кажется, вот филиппинские женщины, они верят, верят, они верят. Они просто верят, они вот смотрят, что можно доверять. И как-то вот, не то, что вот они, доверяй, но проверяй, но как бы, они все-таки вот ближе к естественной вере. Вот мне это очень нравится, то, что, например, вот Тензи говорил, что вот, я, говорит, смотрел когда-то, европейские мелодрамы, российские мелодрамы. Мне, говорит, такие сюжеты, они на Тибете невозможны, потому что там что-то, мужчина куда-то едет, ну, по служебному заданию. И там он говорит, что, допустим, не встречал никакой другой женщины. Говорит так. Говорит. А другие какие-то завистники ей передают, что это не так. Он говорит, эти сюжеты в Юго-Восточной Азии, вот особенно вот там на Тибете, ну, и здесь, они совершенно неинтересны, никто смотреть это не будет. Потому что информация воспринимается не только что, кто что говорит. Это же чувство, это же вера вот такая, которая основана на чувстве, на тонком восприятии. Как-то ты движешься, если ты, не то, что есть то, что есть на самом деле, у тебя будут другие вибрации. Да, абсолютно, да. Как ты говоришь напряжение и так далее. Здесь, мне кажется, они не утратили этого, они тебя, они сочувствуют, они тебе, если ты вот расслабился и не выдумываешь ничего, ведь русские люди, например, очень много любят выдумывать. Выдумывать люди. Да, очень любят выдумывать. Мне кажется, здесь, мне кажется, здесь они вот могут просто вот тебе дать, что вот ты вот ничего, как-то есть, они тебе доверяют и мелодрамы вот эти вот, где вот все это. Не надо придумывать, не надо придумывать и себе, не надо оставлять тебя лучше, чем ты есть. Гораздо больше удовольствия получат от естества. Вот это здорово. То есть, если вы встречаетесь с филиппинкой, филиппинской девушкой, говоря по-простому, не надо хвастаться. Не надо хвастаться. Просто мне это не нужно. И как мне понравится, в какой-то беседе, я какой-то смотрел, я всего три, наверное, смотрел ваших беседы, вот. Не надо, так сказать, перед ней стараться быть каким-то артистом или скакать, скакать, как петух, там лечет вот такое. Не надо этого делать. Не надо, да. И это здорово. Вот кому не хочется там вот развлекать, как вот клоун в цирке, так сказать, вот на Филиппины. Приезжайте на Филиппины, вас воспримут здесь таким, каким вы есть, оценят и получат удовольствие от того, что вы впервые не врете. Да, да, да. И просто будете лучше себя чувствовать, потому что не надо врать. Просто так раз и человек лучше себя чувствует, когда ему не надо обманывать. Мне тибетцы говорят, что если человек врет, у него создаются какие-то блокировки, это может даже быть какая-то микроциркуляция даже нарушаться. Даже память может ухудшаться от этого. То есть это чисто и медицинские какие-то вещи. То есть это все очень важно. Не хвастаться, не врать, не проявлять никому никакой агрессии. Да. И тогда у тебя организм будет работать хорошо. Да. И тогда ты будешь молодым, в 70 лет будешь молодым. Я вот ни разу не видел филиппинца, который хвастается. Да? Да, ни разу. То есть только так, что вы пришли и там начали. Я такой, я такой. Я такой. Это никто не знает. Тебе говорят, вот это, это, так. Очень смешно было. Я здесь вот рядом, в Чоколит Хилл Резорт. Там рядом небольшой ларек. И вот там, я смотрю вечером, там пиво, пиво стоит очень много. И вот там пожилые уже, это, американцы, они хвастаются. Они хвастаются, вот какие они там удалые, так сказать, какой у них там серьезный бизнес. А все вокруг это филиппинцы слушают. И вот мне понравилось их выражение. Может быть и так. Да, да, да. Ну, может быть и так. Ну, давайте, один другому как бы мысленно, так вот глазами показывать. Давайте, давай, дадим им возможность высказать с этим парнем. Да, да, да. Им это нужно. Да, им это нужно. Пожалуйста, высказывайте. Потом вы кончитесь, высказывайте, устанете. И мы станем друзьями. Вот так вот, наверное. Да, да, да. Я согласен. Я согласен. И понимаю, понимаю этот подход. Ну, а вам я хотел это, просто пожелать тут благополучия всякого. Мне вот, то, что я сейчас вот, когда сразу пришел, увидел Андрея, вот в институте я когда рассказывал про Андрея, все говорят, слушайте, мы тоже, пожалуй, хотим. Мы тоже уменьшили. Едем посмотрим Андрею, конечно, приезжайте, посмотрите Андрея, конечно. Посмотреть. Да. Потому что нас не ценят, мы очень классные инженеры, нас не ценят. Сюда приезжайте. Сюда приезжайте, вас оценят. Да, да, оценят. Сто процентов. Ну вот. Здорово. Так. Спасибо, Алексей. Просто замечательно, просто интересно было. Я очень рад, что вы появились, и я так заметил, и начал там, эй, что там такое. Ну, мы оба Алексея, оба Алексея. Хорошо. Похожи. Спасибо, друзья. Это вот все, значит, что, если Алексей, там есть какие-то комментарии, пишите. Если у Алексея есть какие-то там, фейсбук, адреса, я поставлю в описании, чтобы вы могли, допустим, напрямую Алексею задать какой-то вопрос. Всем спасибо, и до связи, увидимся в следующем, в следующем видео. Всего, пока, счастливо. Продолжение следует...